Друзья, всем привет! Сегодня готовим блины на молоке. Рецепт блинов отличный, блинов получается очень много, идеальные пропорции. Как всегда, если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Мы будем готовить на двойную порцию, но рассказывать вам будем все для обычной, стандартной порции. В миску выбиваем яйца. Добавляем соль, пол чайной ложечки. Добавляем 3 столовые ложки сахара. Добавляем ваниль. Ваниль добавляйте по вкусу. На 3 яйца понадобится примерно 2 чайные ложечки. И все тщательно перемешиваем. Дальше добавляем примерно половину молока. Молоко должно быть комнатной температуры, так же, как и все остальные ингредиенты. И еще раз все хорошо перемешиваем венчиком. И дальше добавляем сразу всю муку. Молоко, жирный оборот. Давай, добавляй, молодец. На стандартную порцию понадобится 250 грамм муки. И все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Друзья, перемешивать таким способом намного легче, чем если бы мы добавили сразу все молоко. Если вдруг у вас в тесте получилось много комочков, то тесту можно дать немножко постоять, минут 10. Таким образом комочки набухнут, и их будет легче размешать. И теперь добавляем оставшуюся половину молока. И еще раз перемешиваем венчиком. И в самом конце добавляем растительное масло без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное. И еще один небольшой секретик удачного теста. Тесту нужно дать отдохнуть минут 15. Друзья, теперь перебираемся к сковороде. Будем обжаривать наши вкусные блинчики. Сковороду нужно хорошо разогреть. И первый раз смазать хорошо растительным маслом. Размер моей сковороды 20 сантиметров диаметром. Перед тем, как выложить тесто на сковороду, нужно хорошо его перемешать. Теперь выливаем неполный половник теста. Аккуратно поворачиваем сковороду, распределяем его по всему диаметру. И обжариваем. Когда блинчик схватился с одной стороны, немножко вот так поддеваем лопаткой и переворачиваем блинчик на другую сторону. И обжариваем буквально 30 секунд, максимум 1 минуту. Готовый блинчик перекладываем на блюдо. И также продолжаем обжаривать следующие блинчики. Музыка Друзья, блины у нас получились замечательные. Сашуля кушает. Я уже несколько тоже скушала. Вкусно получилось? Да, вкусно. Вот такие блины у нас получились. Всем желаем приятного аппетита. Пишите ваши комментарии. А мы уже с Сашулей ждем вас в новых видео с новыми рецептами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok